Время царствования императрицы Ирины и малолетнего императора Константина служил при них смотрителем над всем дворцом Патриции Никита. Выдающийся человек, сумевший бескозни и интриг, очень быстро возвысится на службе. И вот когда, казалось бы, все в жизни достигнуто, задумался он, как тщетно и суетно все эти мирские звания, почести и иные блага. Вскоре окрепло в нем благочестивое желание принять иноческий постриг. Но однако новый правитель государства царь Михаил, ценя заслуги Никиты, просил его не удаляться в пустыню в поисках монашеской жизни. И святой, уступив императору, остался в столичном монастыре. Так прошли годы, в кое преподобный всецело посвятил себя служению Господу. До той поры, пока не воцарился на трон новый император Феофил, учинивший гонения на святые иконы. Святой Никита с большой ревностью отстаивал иконопочитание, как неотъемлемую честь истинного православия. Но еретики за столь смелое обличение ополчились на исповедника и изгнали преподобного из его обители. Долго странствовал по стране преподобной, терпя тяготы и лишения опальной жизни. И на 75-м году жизни скончался в одном из приморских монастырей. Как при жизни, так и после смерти святой совершил много чудес. 26 октября. День памяти преподобного Никиты Исповедника Константинопольского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok